Дорогие друзья, и снова здравствуйте. Очередные новости из парка Белый Лев для вас. Как вы уже все знаете, в нашем парке родились песцы. Трое детенышей маленьких песцов. И из-за антибиотикотерапии и применения определенных препаратов у их мамы, нам пришлось их забрать и выкармливать искусственно. Но так получилось, что детеныши сказали, нет, ребят, так не получится. Мы не хотим брать соску, мы не хотим пить смесь. Так как они были с мамой уже определенное количество времени, говоря простым языком, они привыкли. Они знают, что такое молочные железы, знают, что такое все-таки естественное молоко, знают, что такое мамино тепло. Спустя сутки безуспешных уговоров детенышей взять бутылочку, мы решили кинуть клич у помощи и постараться найти кормящую собаку. Мы сердечно благодарим Наталью, хозяйку данной собачки. Мы сейчас вам ее покажем. Порода у нее китайская хохлатая пуховка, звать ее Маруся. Маруся родила несколько дней назад, и Наталья увидела нашу просьбу и предложила взять собачку на время выкармливания малышей, за что мы ей премного благодарны. У Маруси есть свой щеночек, и у нас были большие опасения по поводу того, что примет ли собака песцов. Так как все-таки, ну в первую очередь, да, песцы это не щенки, песцы это песцы, которые имеют свой специфический запах. Кто знаком с лисами, это примерно вот плюс-минус одинаково. Также у каждого животного индивидуальный характер, да, есть, который в зависимости от окружающей среды может меняться. Маруся была в стрессе в момент приезда ее в наш парк, и все могло бы закончиться не так хорошо, как мы хотели бы. Но на нашу большую радость собака их приняла. У нее есть свой щеночек. Это девочка. Впоследствии мы будем искать ей добрые руки, потому что Наталья попросила, если будут хорошие хозяева, да, будущие для малышки, чтобы пристроить ее. Вы только посмотрите на вот этот вот прекрасный раскрас глаз. Она просто какой-то маленький камикадзе. Бэтмен. Вот это вот, но это же просто нереально. Вот какая природа, да, все-таки. Вот надо же было так разрисовать вот такого маленького человека. Здравствуйте. Спит. Сиди, какая толстенькая, по-моему, пушечка такая. Ну, конечно, глаза, это ее козырь. Вот, сейчас я не могу просто. Это же видно, да, все на видео, насколько вот у нее шикарно раскрашено ее личико. Теперь давайте мы покажем вам поближе. На данном видео мы можем наблюдать черного детеныша, самого темного малыша-песца. Сейчас вот Маруся его вылизывает. Ниже находится самый маленький, тоже темный малыш, а самый светлый толстячок немножко в стороне лежит, спит. Вот, надо, в общем, их, дорогие друзья, скоро будем их называть, чтобы различать. Крупненький, темненький, подполз к малышке дочи Маруси и уснул. Собственно, на самом деле, сейчас у них такой режим спать есть. Дорогие друзья, и вот мы вам показали Песцов, Марусю и ее белейшего просто щеночка. Мы хотели бы попросить вас пожелать детенышам удачи. Маруси побольше молочка, потому что, конечно, сейчас на ней очень большая ответственность. У нее очень серьезная задача по выкармливанию таких уважаемых маленьких песцов. Мы будем держать вас в курсе, как обычно, все рассказывая, показывая их жизнь, их быт, можно сказать, и развитие. Поэтому, дорогие друзья, сейчас мы убираем малышей к Маруси, и она их сейчас будет кормить, а мы не будем ее отвлекать. Все, Ларис, хорошая.